Девушки отдыхают За то, что вы сделали, вы и только вы виновны в том, что это прохождение продолжается Ведь вы настрочили там уйму интересных комментариев Жаль, я не сраный робот, чтобы ввести их всех на экран Но поверьте, я благодарен всем и каждому Это наглядный пример, как при должном уровне активности Даже такую старую и заезженную игру, как ARK, можно вывести в топ Спасибо всем И я надеюсь, в этот раз все будет так же Во-вторых, я много думал, как и чем можно еще улучшить эти ролики И пришел к умозаключению Опять же, не без вашего участия Многие просили разбавить подготовленный рассказ вырезками из реальных съемок И я это сделал И теперь, когда вы подготовили кучу еды А я вас поблагодарил за активность Как за прошлый раз, так и за этот заранее Давайте вы узнаете, что ждет вас в этом ролике Сегодня вы увидите, как мы в пещеру ходили с огнестрелом Как я слюни на электричество в Орлонце пускал Почему не сработал план по приручению акулы И сколько раз за эту серию я сдохну Готовы? Пристегивайтесь, потому что там, куда мы направляемся Дороги не нужны Субтитры создавал DimaTorzok Давайте обрисую планы ближайшие Первая наша задача — сходить за артефактом в пещеру Зачем? — спросите вы Ну давайте пояснять я буду вам это полностью Тут дело такое Арк, чтобы пройти, надо вознесение совершить Это вы уже знаете из первой части Так вот, для того, чтобы выйти на это самое вознесение Требуется около 10 артефактов Для того, чтобы сражение организовать с боссом главным А для получения артефактов надо пещеры проходить с кучей злыдней писюнявых внутри обитающих Пещеры эти вышеуказаны имеются нескольких видов Но одно их объединяет С крутыми динозаврами туда не попасть При этом надо сказать, что пещеры бывают как подземные, так и подводные И даже зимние Там очень холодно и дубленка даже не спасет В данный момент мы готовимся к выходу в первую пещеру Мы, как обычно, условились встретиться у моего дома Потому что у меня не было нормального оружия Поэтому сейчас я занимаюсь созданием ружья, патронов Меч вот себе тоже создал На все это безобразие требуется куча металла Хорошо, что есть Твитти И мы с ним периодически летаем по горам в поисках этого самого железа Стоит отметить, как создаются пули Для них нам еще и порох требуется Который в свою очередь создается из углей В костре, образующихся после жарки мяса И селитры той самой, что в холодильник я запихивал в прошлой серии Для селитры этой требуется куча кремния Что делает эту цепочку, сука, весьма затратной во времени Ну и, конечно, без металла нам не обойтись Надо сказать еще, что энграммы Или же, если по-русски, рецепты новые Я иногда открываю за кадром Потому что вы это уже видели И в целом вещи, которые вы видели Или которые не имеют достаточной эпичности Я показывать не буду Поэтому, как и в прошлый раз За нарядность на события не переживайте Еще интересная информация Дело в том, что эту вылазку с артефактом первым Мы совершали в день Хэллоуина Тут вы можете подать ролик и определить Сколько времени уходит на запись, кстати Так вот, и разработчики Арка завезли в игру в качестве ивента Вот таких вот животных Которые мало того, что на живых мало похожи Так они еще чрезвычайно сильные Поэтому лучше их не трогать Хорошо, что Саня меня об этом предупредил Мы еще вернемся к ним чуть позже А пока давайте продолжим выполнение задачи Итак, в целом у меня все идет отлично И я даже решил оседлать тираннозавра Кусаку Для этого мне потребуется седло Которое создается на верстаке И требует приличное количество металла Благо мы заранее с Твитти об этом позаботились И можно создавать Первым делом надо похвастаться Поэтому давайте навести Мишу Он недалеко от меня живет Кстати, возвращаясь к динозаврикам хэллоуинским Из-за того, что ни Кулер, ни Миша не знали об этом Они сожрали их и их дома Поэтому, собственно, начиная со второй половины ролика Их не будет с нами Потому что они занимались воссозданием жилья У некоторых динозавров есть, помимо основной атаки, фишка Вот, например, у Кусаки Это тот самый знаменитый рык Давайте поздороваемся Здравствуйте Что ж вы так пугаете? Здравствуйте Я в гости пришел Ну, здрасте-здрасте, проходите Че, как оно? Да вот Готовим помещение под металл Под всю эту технологию, так сказать Ничего себе Чуть-чуть обустраиваемся Э-э-э, дружочек, пирожочек, ты че творишь? Все нормально, он с тобой поздоровался Да, только я чуть не обосрался вместе со своей живностью Я сделал, наконец-то, огнестрел, зацени Ну-ка, ну-ка Во Нифига себе, нифига себе А еще есть дробовик Но я, правда, к нему еще патроны не сделал Думаю, нам скоро пора выдвигаться в пещеру Слушай, ну если минут 5-10 дадите, у меня металл плавится Сейчас будет и оружие, и все остальное Да без проблем вообще Я пойду пока домой Отлично поболтали Теперь можно завершать приготовление Я по пути немного покусал всяких динозавриков Так сказать, для эксперимента Как мой Рекс вообще кусается Умеет он это или нет Посмотреть очень хотелось И теперь можно создавать уже, наконец, патроны И отправляться в путь Продолжение следует... Все готово Саня уже тут В своих сияющих доспехах И Миша подтянулся Кулер с нами в этот раз не будет Записывать в это же время у него не получилось Поэтому мы выдвигаемся втроем Как три богатыря Как три черепашки и ниндзи В общем, как три мы Втроем мы идем Пещера, по предварительным данным Находится чуть выше моего дома Я же говорил, что Саня знает эти места лучше, чем я свою квартиру Вот И теперь предлагаю вам заценить, как это было Максимально погрузившись в ту атмосферу, что мы ощутили Я, например, вообще был первый раз И испытал кучу восторга Углубимся же туда Немедленно Здравствуйте, товарищ Рипак Здорово Ты как гоблинец из осады Хельмовой пади Из-за свиноколец Ты знал об этом? И из тебя говно сыпется Нормально Это я в железных обосрался Они вываливаются сейчас постепенно Слышь, а я только один это вижу Вот там на горе Да давай его запилим Здоровый А? Чего? Я не про этого На горе костяной входит здоровый А, да, это Хэллоуин Да, вы это Птичку-то отвяжи Чтобы она Или она Да, она просто сагрилась Она не улетит Ну, короче Ну, чё, пошли? Пошли Оу Ты охренел, что ли, в кусак устрелять? Обосрались, да? Обосрались? Ну, ладно Пойдём Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот она Вот она А, нашлась пропажа Ну, чё, поджигаем факелы? Где там, Миша-то? Здесь, я здесь Кто? Кто напал? Где напал? Кто? Да уже не напал никто Ну, всё Пошли Саня, не эти случаи, чем кристаллы на оптику надо добывать? Нет Нету Эти не добываются Эти как лампочки используются Ясно О, гляди, какие грибы Да, они ещё, кстати, светятся Вы Факелы уберите все О, здесь и так, в принципе, это видно всё Аккуратнее, аккуратнее Не грохнетесь Ты куда так ломанулся-то вперёд? Сейчас тебя змей-то По пенсию тебе тут и покушают Да я их сам покушаю Охренеть, как глубоко А ты, кстати, обратил? А ты обратил внимание, что звук в пещере изменился на эхо? Нет, у меня почему-то музыка не выключается Музыка не выключается? Да Не знаю, у меня нет О, о, о Наверх, посмотри, как расходятся волны от аномалии О, это что? Это технологии Так, я не помню, в какую сторону идти Оп, 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 скорпиончик, скорпиончик Ааа, меня взял Я сейчас усну, бейте их Нормально, вынесли его Меня тоже цапнули Так, жрать, 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 жрать О, вон, 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 видите, змеюка? Да Если она у вас плюнет, у вас броня сразу вся Агнестрел Сломается Готово А вот эти скорпиончики Если их трогать не будете Они, в общем, ничего не сделают Но они могут делать хитиновую пасту Их, то есть Приручаешь Они срут ей? Да, они срут ей То есть Приручаешь и это И хитиновая паста Так, это Бонус Пауки Минус один Саня, слева двое Вижу Открой вот сундук вот здесь Я нашел про динозавра какую-то хрень О, интересно Не особо Пойдем дальше Миша, оставь ее Да здрасте вы Там они с бонусом идут На броню Забирают Хорошо, я забрал Пошли дальше Пошли Это только начало, как я понимаю, да? О, скорпионы, змеи Миша, где свет, ёпта Змея на потолке Была Не выключает Вот пакет За 12 Реплик сработал Перехватиться Придоружие Охренеть Косарь урона в лицо Просто Из винтовочки, а? Это ты не видел Другой дробовик Еще Да, это винтовка Я из винтовки полил О, да Мы подходим Саня, а тут строить можно дома? Нет, здесь запрещено Я хочу тут жить Я не вижу Отойди Да подожди Я и так Я в паутине И я скоро Наверное, скоро упаду У меня это Яд Ну, пахавы Махни по ней, Саня Нормально Я вынесу Там могут крокодилы Саня, крокодил Дил-дил Меня обжрет Все, всех походу Все, всех походу Убил Все успокоился Артефакт 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 Да блин, господи У меня уже сейчас глаза вытекут от этих волн Забирай Забрал Аж чуть из игры не вышел от радости Ждем Сейчас появится еще один От Миши заберет себе Ты куда обозранный пошел без меня Ты нафиг артефакт мне на голову выстрел Так, Саня Он не зарегистрировался попадания А вот так лучше Все, норм Что, Миши забрал артефакт? Не было еще Ага Ну ждем, значит О, кстати, обсидиан Кому-то надо вот И металл, кстати Давай добудем Давай добудем Паук, паук, паук Добывайте А все, добылю же, да? Ага Металл вот здесь Слитки еще Я тебе скинул Забери его Вон, Миша Ты мне человеческую фекалию выкинул, чудик Бери ее Ну, бери, что дают Слушай, до рядом Они в зубы не смотрят А еще, смотри Кусок металла Не надо никому Саня, не будешь брать? Да у меня хватает Мишу он нам набирает Да как унесен-то это все? А сколько у него отката вообще? Ну, откат, по-моему Минуты полторы-две где-то Ты посмотри описание Ни один живой организм Не в состоянии унести Больше одного экземпляра За раз Видал, а? Да вижу я Вот Можно, кстати Прогуляться Сходить здесь Поискать что-нибудь еще Здесь очень вкусностей много Ух ты ж, е-мое Нибудь помогай Да здесь На выходе Жесть Все, поубивал О, кстати С этих Херовин Тхитин Ну добывай У меня уже некуда О, да Я пауков вынес Тхитина До хрена Добыл Саня, а что это за метка Белая здесь, а? А, это свет Блин, я думал Так это супер метка Я нашел секрет А это сраный свет И, кстати, да Без крюков Мы отсюда не выберемся Смотри Никак не забраться Ну, значит Обратно идти Здесь, кстати Вот в правом В проходе Еще там есть А ты крюки не брал? Я-я-то взял Ну, дай один Выбраться Как бы из дырок здесь Это Один из вариантов Да ладно Если что-то Тем же путем Просто выйдем Тут не особо далеко Там мы прошли У меня отфакел Кстати Сломался Все еще не зареспался Ну, ладно Идем Я от Миши Свой отдам артефакт А у тебя тоже есть? Ну, я же взял Артефакт Там их два было? Да Там друг в друг В друге они были А где от Миши-то? Миша Идя чуть-чуть Перевес Секунду А, он где-то здесь Вон он стоит У тебя арбалет с собой? Да Стреляй в самый верх Прям вот В самый-в самый А он одноразовый? Да Здесь Походу Нам надо В два захода Миша У тебя крюки есть с собой? Сейчас сделаем Если Найдем без чего делать Где он есть В смысле Сделаем Он делается в станке Ты не можешь В руках его сделать Да Небо я А как тянуть-то, Саня? Мышкой левой кнопкой вверх А А Спускаться По-моему На кнопку С Аккуратнее Ты там проверь Только выход Там есть вообще? Выход-то есть там Должен быть Есть там выход-то? Я Человек-паук Я Паук-человек А? Слушай, а походу Здесь выхода-то и нету Да Здесь выхода нету Здесь дырка И можно наверх топать Вот Слушай, это по-моему Нету там О, чёрт Это подстава Здесь ничего нету Отцепиться Кнопкой С Нам надо На выход идти А вот здесь, кстати Это выход у нас, да Запихай его в арбалет И стреляй над нашей башкой Около стены Чемодан В арбалет Вставляй его Одна попытка у тебя есть Стреляй куда-нибудь Подальше за угол Чтобы подтянуться Вот можно было к нам Там можно раскачаться, если чё Ну И где канат? Да потому что Не подцепился он Ещё раз Патронов нет Ну всё Одноразовое Чё бы Ну спускаемся Идём Идём обратным Путём Чё Да идите, идите Я выйду Да какой ты выйдешь Ты сдохнешь Ты выйдешь Сейчас Сдохнешь Итак Мы прошли пещеру И взяли два артефакта Один мне Один Саню И ждали Когда уже наконец Зареспауниться Тот, что для Миши Предназначается Однако Он так падла Такая И не появился И мы отправились По домам После чего У меня произошёл Весёлый баг С птицей Отошёл Значит я за кофе Вернулся И обнаружил Мою сраную птицу Внутри дома Она Скотина Пернатая Забаговалась Там И вынуть её Можно было Только командой Админа В противном же Случа Её пришлось бы Вынимать Посредством Разрушения Моего здания Чего мне Совсем не хочется Поэтому Саня Помог мне Пока всё идёт хорошо И еда есть И железо Хоть жопой кусай Пойду Думаю я К Саньке Схожу в гости Поболтаем Порешаем Чё будем делать дальше Здравствуйте 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 А чё Это вы так Сходу Прям Короче Расскажи мне Саня А почему У меня Артефакт Не появляется Я его туда В инвентарь Запихал А он Не стоит Чё там Там Не в инвентаре Там Есть Кнопы Окошечко Специальное А Я понял Как седло Типа В этого Да Да Всё я понял Нихера У тебя тут Интересности Какие Кабели А это Чё за столбы Такие А это Свет А подожди Слушай А если Ты вот Типа К дому Подвёл И всё И он Типа Сразу Работает Да Нет Надо Вот Эти Блоки Квадратные Ставить И от них Провода Тянутся Автоматически Они Типа Обслуживают Определённые В радиусе Определённом То есть Ты ставишь Столб И провод Сам Появляется Но там Ограничение По расстоянию А если Ты поставил Вот его Здесь А у тебя Теплица В два раза Длиннее Она Всегда Будет Работать Теплица Работает Не на Электричестве Я поставил Чтобы освещение Было А А А в теплице Здесь Ничего Здесь Водопровод Видишь Грядки Только поливают Пол какой Яркий Он больше Похож На какой-то Чемодан Я тут Всё в поисках Пола Домой Ну вот Металлический Он такой Вот Ну понятно Я тоже Хочу Энергию Где мне Взять Нефть Нефть Ну давай Сплаваем Пособираем Давай сначала Приручим Дельфинов И сплаваем Пособираем Нефть Давай Возможно Да Даже сможем Жемчуг Пока я не сделаю Нам акваланги Давай Придурок Дудой Придурок Два Идём Покажу Ты назвал Дудошек Придурок Один Придурок Два Что с твоей фантазией Ну а Кто Они Ещё Ну Сера Та Они Так же Как Хозяин Я тебе Скажу Ой ладно Я меньше Сру Но больше Итак Белая Зависть Овладела Мною Я хочу Тоже Фонарики Я хочу Тоже Электричество Правда Теплица Меня Не особо Привлекла Поэтому Я наверное Не буду Заниматься Фермерством Варки А вот Нефть И топливо Открывают Поистине Огромные Возможности Я хочу Нефть Сказал Я Сами И он Согласился Отвести Меня до Этого Чёрного Золота Перед С вылазкой Под воду Я решил Таки Поставить Себе Пьедестал Чтобы вечерами Тешить Своё Самолюбие И любоваться На Артефакт Правда Я оказался Слишком Тупым Чтобы Поместить Его В правильное Место И придётся Опять Саню Теребонькать Узнавать Чё там Делать Проблема Была В том Оказывается Что У Пьедестала Есть Место В Инвентаре И Специальный Слот Прямо Как У Животных Туда Обычно Вставляют Седло Вот В Это Место Нужно Было Вставить Артефакт Ну Короче Не суть Наконец Мы Выдвигаемся За Нефтью Вот Оно Месторождение Чёрного Золота И Вот Там Ещё Медузки Прикольные Есть Я Тогда Ещё Сюда Иди Так Они Рыбу Вроде Любят Не А А Вот Этих Электрические Сваливай От них Сваливай Она Пердорит Мяса Они Ж Это Они Облепили Меня Чё Делать Я знаю Бить Их Чё Чё Цепись Тварь Всё Я сейчас Завалил 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 Фу Добываешь Глёбаные Медузы Биотоксин С них О Хорошо Так Смотри Ты сейчас Уснёшь Иди к берегу У тебя там Это Сколько Оглушения Нету Ой Есть Оглушение Давай К берегу Фу Я уже Сплю Ну Ты Красава Оттащить Я тебя Наверное Не смогу Ты сейчас Захлебнёшься И акула Под тобой Плавает Чё там Нога у тебя Ещё А Вот Все Ты умираешь 30 ХП Да Моя первая смерть Надрали задницу мне Электромедузы Окоянные А я то думал Они такие няшные Будут мягкие Как подушечки Ладно бы меня Скат поимел Я ещё могу понять Но медузы С энерджайзерами В заднице Такого я Не ожидал Короче да Пришлось возвращаться В одних труселях Благо Я у Сани Припарковал Своего Твитти И вернуться Особой Проблемой И задержки Не составляло Я забрал Свои манатки И благополучно Добыл себе Нефть Уже дома Я всё никак Не мог понять Как эту сраную Нефть переварить В топливо И тут опять же Саня Моя личная Википедия По арку Подсказал Мне Оказывается Эту хрень Надо запихать В печь И вместе С ней Туда Требуется Кожу Запиндюхать Видать Для фильтрации Может какой Короче Засунул И свалил Себе топливо Как бы это Странно Не звучало Теперь я Смогу Выйти в Электричество И освещать Себе Тут всё Полностью Происходит Новый день И новые Задачи Учитывая Тот факт Что Некоторые Месторождения Нефти Находятся Глубоко Под водой И тот Факт Что Некоторые Пещеры Подводные Нам Требуется Водяной Не сам Водяной Конечно же А транспорт Водный Дельфин Например Или же Акула И вот Мы с Саней Обсудили Эту ситуацию И пришли К умозаключению Что нам Необходимо Приручить Это прекрасное Животное С двумя Рядами Зубов А бывает Кстати Больше Даже 20 рядов Обосраться Можно И плавать На нем Как говно Весеннее По речкам Это я называю Поэзия Простите Наш план Состоит В следующем Саня Заблаговременно Создал Загон Куда он Собирается Заманить Акулу А я Как десантник На птице Зависший Спрыгнуть Обязан И ворота Закрыть Чтобы там Саня Начал Приручение Процесс Но Как вы уже Поняли У нас Ни хрена Не получилось Так Ну чё Я готов В принципе Сейчас я Всё Я взлетаю На исходную Давай Кто будет Приручать Приручать Будешь ты Давай сначала Запрём её А потом Сейчас я Давай Хорошо Я взлетаю Я вижу Акулу Плывёт Да-да-да Видно Давай-давай Роденькая Давай За мной Она влезет Вообще Нет Должна Влезть Ну чё Она Уплывает Ну Сними Штаны Покажи Ей что-нибудь Сосисочку Скажи Сосисочка Давайте Блин Сейчас Придётся Переделывать Это Долго Ну Идите Сюда Вы Чё Ссыть Это Все Обосраться Какая Она Здоровая Во Смотри Слушай Она Чё-то Не поднимается Тут Выше Этой Да Какого Хера Ну Всё А Я Задыхаюсь А чё Она Тут Делает То Делает Она Тут Сейчас Завалю Я её Она В текстуре Забаговалась Ну Блин Мы Не будем Её Жрать Она Нам нужна Живой Твою Мать Ты видел Катапультировал Смотри Она А что это Такое Да Можно заплыть К ней внутрь Посмотреть Как у неё Там Обстановочка Не Слушай Они Походу На Мелководье Не могут Сюда Заплывать А почему А мы Не можем Их приручить На воде Ну Ты видишь Они Уплывают А их Усыпить Не вариант Ну Вот Можно Усыпить Но Нужен Гарпун Он у меня Конечно Есть Давай Попробуй Давай Я Короче Тебе Даю Гарпун Не Я боюсь Давай Я тебя Возьму В клюв И ты Будешь Её Атаковать Гарпун Только В воде Стреляет Вот Всегда Есть Подвох Ты Должен Сам А Если Она Прямо С одного Удара Упадёт Ну Не Должна Как ты Срёшь В штанах И выпадает Наружу У меня Дырочка Там Наклониться Посмотришь Не 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 хочу Забирай Там В общем Эти Усыпляющие Эти Ставь Сразу Панель И идём Я буду Её отвлекать А ты Стреляй Дальность Какая У этой Херни Ну Метров Десять Навер Двадцать Ну окей Идём Держимся У поверхности Где-нибудь Рядом С мелководья Ага И ты Прям Одну За Одной Прям Накидываешь Как Великосед Смотри Ты видишь Смотри Она тебе улыбается Такая добрая Ну и где Эта Падла Да вот Они плавают Вон там Вон Видишь Справа От нас Вот Походу Увидела Идёт Идёт К нам Сейчас Воздуха Зачерпнул Да Ты Прям На поверхности Ну я тут Короче Позади Тебя Да 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 А я Потом Уже Сам Приручу Давай Живее Жду Жду тебя Чё Я здесь Пиратьки Тут Мешаются Ага Идёт 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 Давай Наконец Обе акулы были повержены С ними за компанию пришлось вырубить ещё несколько И теперь начинается долгий процесс приручения рыбкой Наловленной варлонцем из речек местных До этого надо сказать я ещё седло создал для неё Ибо просто так оседлать эту скользкую рыбину не получается И тут меня поджидала вторая смерть из-за того что я забыл что пока ты находишься в воде у тебя не регенерируются силы Стамина покинула меня и я не смог всплыть что как бы точно определяет меня как не говняшка Говняшка бы всплыла гораздо быстрее Ну и пришлось вернуться пешочком само собой Свершилось рыбина была успешно приручена Я нашёл Немо и теперь у меня есть водный друг на котором можно кататься и даже сражаться об этом чуть позже И так мы помним Точнее я помню потому что ещё до записи арка Саня говорил мне что кристаллы имеются на вершинах гор Дай думаю полечу туда на твитте заодно и железо себе добуду И полетел в общем Добыл я там просто хренову тучу железяк И наконец действительно на самой верхней точке этой горочки Потому что после того вулкана любая гора холмиком кажется Нашёл я беленькие торчащие с земли кристаллики Ну и само собой собрал Заодно я решил поплавать на Немо и добыть Нефть посражался с акулами там и одержал в этом сражении безукоризненную победу И на этом господа вторая серия реактивного прохождения подходит к концу Я категорически благодарю вас за отзывы ваши и комментарии ваши в прошлой серии Надеюсь это понравилось вам не меньше И вы не меньше поддержите этот ролик вашими оценками Ну а если вы гость канала подписаться можно прямо сейчас И даже бесплатно и не пропустить новую серию нажав на сранный колокол Который кстати у всех видосов какого-то хера звенит Можно тоже Спасибо еще раз и услышимся в следующей части вознесения Покусечки